У нас ведь объединение с людьми, мы развиваем свое общение, мы участвуем в конкурсах, развиваем лидерские навыки, потом можно будет применить. Все спикеры крутые, говорят с нами на одном языке, они простые, понятные, без завышенной самооценки, простые и с ними очень приятно слушать их. Каждый раз что-то новое, какие-то свои краски, ты вносишь, люди вносят, и это интересно, и выстраивается какая-то команда. Более 400 участников со всего края, от 18 до 29 лет. Управленческий дух укрепляют в полевых условиях. На протяжении недели, а именно столько длится одна смена, девушки и юноши проживают в палатках, без сотовой связи. Мастер-класс от известных политиков, бизнесменов и спортсменов слушают на свежем воздухе, а свободные минуты не прочь взять руки гитару и отвлечься от плотного графика. Но, пожалуй, главное, для чего все они здесь собрались, это обмен опытом и возможность воплотить в жизнь самые смелые проекты. Главный молодежный форум «Края» уже по традиции посетил глава Кубани. Мениамин Кондратьев ознакомился с бытом участников, а также поблагодарил оперативные службы «Края» за то, что они круглосуточно следят за безопасностью на форуме. Самые откровенные вопросы, без оглядки на статус, молодые люди смогли задать лично первому лицу региона. В этом году формат проведения форума немного изменили. Участники живут не на Крымской поляне, как раньше, а в лесном массиве Северского района. Возможно, на этом нововведение не закончится. Вместе с главой региона участники обсудили, как еще можно преобразовать форум. Вот сейчас мы обсуждали тоже лагерь, какой он должен быть палаточный, либо все-таки домики деревянные поставить. Знаете, я думаю, что здесь принцип, я вот шел, сказал коллегам, для того, чтобы прошли жизненные трудности и прожили в палатках. Жить можно и в домике, а можно жить и в палатке. Но ценности, ради которых мы вас туда собрали, вы такие и не получите. А можно, на самом деле, создать комфортные условия, но цель достигнуть. Цель того, что вы все вместе одна большая команда «Края», что вы ощущаете на себе ответственность за будущее «Края», за будущее своих сверстников, за будущее, в том числе, и всех жителей нашего региона. Вот это цель. Меняется и программа форума. Например, в этом году здесь впервые стартовала смена «Кубанский союз молодежи». Для участников она станет заключительной. 16 отрядов поделили на 8 секторов направлений Кубсомола. От образования и науки до сельского хозяйства и предпринимательства. К концу смены активисты от каждого отряда должны представить проработанный социальный проект. Идеи море. Однако в разговоре с губернатором участники просят финансовой поддержки, чтобы создатели лучших молодежных и полезных для региона проектов смогли получить грант. Возможно ли ввести такую практику на нашем форуме «Регион-93»? Это будет повышать мотивацию ребят и давать им возможность в дальнейшем реализовать свои проекты. Я не вижу здесь никаких причин, мне кажется, чтобы сказать вам «нет». Мы уже об этом думали, и к нам такая заявка поступала. На следующий год мы хотим 5 миллионов попросить внутренней политики, именно для того, чтобы 5 миллионов распределять внутри региона «93». Просто если даже в среднем никого не обижать, то по 500 тысяч на грант, и это 10 направлений, то будет нормально. Правильно, либо нет? Верните, еще есть микрофон, значит, добавить. Не надо ограничиваться единой суммой, потому что есть разные проекты. Пусть будут гранты на 20 тысяч, на 50, на 100, на 200. Мы делаем 5 миллионов в общий фонд, а сами дальше между собой, пусть они объективно, справедливо поделят, какой грант, какую сумму забоевывают. Пойдет так? Друзья, нам должны те ребята, которые по-настоящему создают проекты, которые можно в жизни реализовать, тем более проекты социальной направленности, проекты для людей. Нам с удовольствием, еще раз подчеркиваю, нужны такие молодые люди, команды молодые, которые способны такие проекты создавать. Проекты для жизни, проекты для развития. А это, знаете, тут любых денег будет мало. Вот если на самом деле мы таких ребят, такие команды сможем здесь для себя открыть, да и в целом регион для себя откроет. Наш большой регион под названием Краснодарский край. Поэтому максимально поддерживаю ваши предложения. Несмотря на неформальную обстановку, участники поднимают серьезные, актуальные для сегодняшнего дня темы. Как будущих политиков и предпринимателей, молодых людей волнует вопрос кадровой. И тут позиция губернатора категорично. Важно заявить о себе. Так в крае уже не первый год проходит конкурс «Лидер Кубани». Сто финалистов войдут в резерв управленческих кадров региона. А для тех, кто мечтает открыть свое дело, фонд развития бизнеса предлагает микрозаймы до 2 миллионов рублей. Для молодых и дерзких сегодня открыты все дороги. Участники форума задавали и много личных вопросов. Когда еще вот так просто поговоришь с губернатором? У вас скоро день рождения. И хотелось бы спросить, а в каком формате вы видите свой день? День рождения я всегда провожу традиционно на своей станичной улице, собирая всех-всех, с кем детство вместе гулял. И вот мы во дворе делаем стол, там человек, наверное, 50 собирается. Всех они уже взрослые, с своими детьми. И это вот мое день рождения. Мне нравится, коллеги. Я не то, что белая ворона, мне нравится так жить. Я ощущаю по-настоящему праздник. Как удается уделять время семье и работе? Насколько напряженный график у главы Кубани? И каково это круглосуточно служить региону? На все эти вопросы Вениамин Кондратьев отвечает не лукавя. Скажите, пожалуйста, как вы начинали начальный этап вашей политической жизни? Спасибо. Я сейчас себя политиком не считаю. Управленец. Я даже не думал, что управленцем могу стать. Когда в Москву меня позвали работать, я уходил чисто на профессиональное свое направление. И никогда не мог подумать, что президент примет решение назначить меня исполняющим обязанности губернатора. Два человека, который был до назначения его губернатора и который стал уже губернатором. Потому что, когда ты живешь просто, даже выполняешь капец на свою работу, то на твоих плечах нет этой огромной ответственности за 6-миллионный регион. А когда на твои плечи падает эта ответственность, то ты уже по-другому мыслишь, ты по-другому спишь. Жизнь состоит из ежеминутного переживания ни себе покоя, ни другим. Это активность, ежедневная сумасшедшая активность. И самое большое счастье, я никогда не думал ехать домой, где тебя ждут дети. Просто доехать. Потому что ты все время кого-то и обманываешь, наверное, то обманываешь детей собственных. Потому что много-много порой раз переносится обещанное. То есть поехать куда-то отдохнуть, что-то мы договорились сделать. Они все время ждут. Дети все время ждут. А работа ждать не может. Приоритет – это служение. Это не работа, это служение своему региону, народу. Встреча продолжалась почти два часа. Но даже этого времени не хватило, чтобы обсудить все темы. А после губернатор зашел в каждый отряд и за чашкой чая у костра пообщался с участниками форума. Напоследок – совместное фото на память с главой региона. Для многих такой откровенный разговор с губернатором. Возможно, станет пинком, чтобы вернуться сюда вновь, но уже с конкретными идеями. В следующем году площадка «Регион-93» отмечает юбилей. Главному молодежному форуму края исполнится 15 лет. «Регион! Регионище!» «Регион-93» отмечает юбилей. Регион-93» отмечает юбилей. «Регион-93» отмечает юбилей. Продолжение следует...